При этом к молодежи на этой неделе было обращено и внимание руководства области, ведь именно молодые люди, большинство участников волонтерского движения «Мы вместе», которые взяли на себя решение самого широкого круга задач за последние три года. И накануне их приветствовал в своей резиденции губернатор региона Евгений Куйвышев. И сегодня я хочу поблагодарить всех вас, тех, кто весь этот год помогал уральцам сохранять позитивный настрой, веру в широту человеческой души, в милосердие и взаимовыручку. При этом стоит отметить, участниками встречи смогли стать не только те, кто был приглашен в дом Севастьянова. Видеоконференц-связь соединила его зал с территориями всей области. Считается, что в трудные времена рождают сильных людей. Эти люди вы, наши замечательные волонтеры и добровольцы. Сегодня вы помогаете решать проблемы людей, приехавших на Урал из Донбасса. Оказываете поддержку всеми мобилизованным уральцам, организуете системный сбор и отправку гуманитарной помощи. Убежден, что именно волонтерская и добровольческая деятельность – это показатель высокого духовного и нравственного развития в обществе. Его культуры и национального самосознания. Ну а сами волонтеры с удовольствием рассказали и губернатору, и всем, кто в этот момент мог их услышать о работе в 2022 году. Особенно осенью, когда помощь добровольцев стала очень востребованной семьями мобилизованных граждан. Своим опытом с коллегами смогли поделиться и ирбичане. Ирбит – город, где живут отзывчивые и неравнодушные люди. И прямое этому подтверждение наше участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Заявки поступают разные. Больше всего обращений на доставку дров. Добровольцы разгружают и складывают дрова. И прямо сейчас, в эту минуту, команда волонтеров раскалывают дрова для супруги мобилизованного. Также много поступало заявок на оказание бытовой помощи и помощи с мелким ремонтом. Например, осенью обратилась бабушка мобилизованного с просьбой прибрать огород и перекрыть крышу веранды. А также приехать и измерить ей давление. И наши волонтеры-медики, студенты Ирбитского филиала Свердловского областного медицинского колледжа успешно справились с поставленными задачами. Студенты педагогических специальностей Ирбитского гуманитарного колледжа проводят занятия для детей мобилизованных. Шахматные турниры, игры с освоением скалодрома для взрослых ребят. Для младших ребят, школьников и дошкольников проводятся игры как активного характера, так и настольные. Студенты Ирбитского политехникума шьют белье для военных. Волонтеры серебряного возраста вяжут теплые вещи для них же. Спасибо. Я тоже хочу передать вам свою благодарность за вашу работу, за все то, что вы делаете, за ваше неравнодушное отношение ко всему происходящему. Я пожелаю в канун Нового года всем вам крепкого здоровья, успехов. Продолжайте не останавливаться на достигнутом. Успехов вам. Спасибо вам огромное от всех от нас. Ну а после завершения общения тем, кто достиг в своей работе самых больших результатов, а может и совершил героический поступок ради другого человека, глава региона вручил заслуженные награды. Все же участники встречи получили памятные подарки от имени губернатора. Субтитры создавал DimaTorzok